Девочка-пай Девочка-пай После плотного завтрака стартуем в сторону Варшавы. Нам надо проехать сегодня 500 км до Кракова. Сегодня понедельник и наши прогнозы оправдались. На трассе много фур, но дорога отличная и нам это особо не мешает. Мы едем с большой крейсерской скоростью и до Варшавы долетаем буквально за пару часов. В самой Варшаве трафик замедляется и мы пока еще робко пытаемся ехать в междуряде, но нам это начинает нравиться. Главное помнить о габаритах своих кофров, но даже с ними можно протиснуться между машинами. После Варшавы останавливаемся пообедать в одном из придорожных кафе. Я выбираю журик, это такой польский суп с колбасой и вареными яйцами. А мои друзья берут суп гуляшовый. Продолжаем наше движение. После обеда становится жарко и мои друзья снимают экипировку и едут налегке. Я же парюсь при полном параде. На улице стоит жара и мы на очередной остановке раздеваемся до пояса и поливаем себя водой. Кроме Сандры, конечно. Ближе к Кракову пейзажи становятся красивее и рельефнее. Появляются холмы и это нас радует. Мы чувствуем, что где-то там за горизонтом есть горы. И это заставляет нас забыть об усталости. Настроение отличное. По навигации ищем наш ночлег. Он расположен недалеко от центра города. Это частный дом с маленьким двориком. Дворик закрытый и это нас радует. Наши байки будут в безопасности. Располагаемся. Решаем сходить в магазин, купить что-нибудь к ужину. Ну а красоты Кракова уже посмотрим завтра с утра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Утром 2 июля после завтрака едем смотреть достопримечательности Кракова, старый центральный рынок, ратуши и королевский дворец. Друзья решили ехать на мотоцикле, а я на общественном транспорте. Старый Краков красив, есть на что посмотреть и что сфотографировать. Туристов тоже море из разных стран. Особенно забавляли японцы, которые фотографировали всех и все. Гуляем до королевского замка, везде толпы туристов. Виды скрепостных стен завораживают и мы пытаемся запечатлеть эту красоту. После прогулки по центру Кракова Морис отвозит нас по очереди. Сначала Сандру, потом через некоторое время возвращается и я сажусь пассажиром на БМВ. Шлем Сандры еле-еле налазит мне на голову, но я еще пытаюсь снимать нашу поездку на видео. Следующий ночлег мы забронировали в маленьком селе, недалеко от Закопаны и нам сегодня от Кракова до высоких Татров надо проехать только 110 километров. Здесь мы решили остановиться уже на две ночи, немножко отдохнуть от поездки. Ну и самое главное посвятить свое время горам. У нас комната на втором этаже, кухня, ванна и туалет общие. Но все чисто и аккуратно, причем цена та же самая 10 евро за человека за ночь. Радует виды из окна, они просто завораживают. Горы это очень красиво. После ужина гуляем по селу, фотографируемся в том числе с баранами. Решаем на следующий день поехать в Татранский национальный парк и зайти на самую высокую гору Польши, которая называется Рыси, высота 2500 метров. Кстати, в 1913 году Ленин с товарищами из Краковского университета сделали восхождение на эту гору. И мне хочется пройтись по следам Ильича.